это произошло и почему на твой взгляд это растешь так быстро прямо сейчас но это не было быстро все так говорят это кажется что быстро это это кажется что быстро ребята это огромный труд вообще я очень долго как муж где-то сейчас скажу в 2003 году я начал читать что-то о драматургии это сейчас 24 получается что 21 год назад я начал изучать кино 21 год назад и где-то около 15 лет я шел к тому чтобы стать и это очень сложный очень сложный путь который где нужно было доказать о том что я могу снимать кино о том что у меня есть талант и это что то что я могу управлять бюджетами управлять актерами и съемочной группы это очень долгий поле просто результан в часа последних годах удается достаточно быстро потому что потому что я накопил 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 и вот это иначе сейчас вот последний сушим а что конкретно на корпинка накопил знания накопил знакомства ну то есть и сейчас реализуются то все вместе конечно опыт в актрисури самые главные этапом все жизнь но это просто пожить пострадать охреневать по жизни и посмотреть вообще, что ты себе по жизни представляешь. И после этого реализовать это в сценарии, в кино, в общении с людьми и доказать то, что ты можешь искренне снять какую-то интересную историю. Это путь просто жизни, к которому прикрепляется талант, плюс знания драматургии, плюс знания, ну, какие-то теоретические знания, изучение других режиссеров, их пути. Ну, вот как-то так. Это все работа на опыт, просто работа. Вся эта история такая нетригиальная достаточно. То есть из Чикаго фильма, да, ты мне рассказывал, как-то вот мы беседовали о том, что это очень нестандартный как бы путь прихода кино в принципе. И на самом деле дальнейшие твои вот коммуникации, которые привели тебя дальше, можно ли выделить какие-то такие моменты, которые были поворотными? Ну, первый поворотный момент... Ну, можно, да, можно. Я просто скажу, как можно, короче, об этом рассказываю. Короче, первый поворотный момент – это съемка клипа, первая моя работа с актером. И этот клип оказался круче, чем тот, который снял шнур на свою песню со своими клипмейкерами. И я снимал его за 30 тысяч рублей, он обскакал по просмотрам в два раза намного быстрее. Это моя была первая работа с актером. Здесь надо пояснить, да, кто не в курсе. Николай взял известную песню артиста Ленинграда Шнура, как все Шнура знают, на которую потом, впоследствии, Шнур сам снял клип. Но Николай собственноручно сделал это просто дешевле значительно. И видео Николая набрало гораздо больше просмотров. То есть там сравнение сколько? Ну да, два раза. Два раза. Но так случилось. Потому что так случилось. Это была моя первая работа с актером. Это моя первая профессиональная работа. Ну, более-менее на кинокаме снято. И оказалось, что, блин, что-то получается. Потом я снял «Коротыш» и получил призы. Первый. Прось, пожалуйста, поближе микрофон, потому что... Первый короткометражный фильм, который я снял, выиграл Европейский фестиваль. Первый. Первый клип, который я снял, оказался в два раза круче по просмотрам, чем клип исполнителя «За большие бабки». Это краткое содержание темпы. Мой третий проект, это короткометражный фильм, выиграл очень много фестивалей. Хотя я не знал в этот момент, хочу я заниматься режиссурой или нет. Нет, я знал, что я хочу, но я не знал, получится или нет. Потом умытарствами, вообще очень страшными умытарствами, я добился своего полного метра, сделал его с корешем в Сибири. За огромные бабки кореша чуть не прикопали бандиты или чуть не посадили бы менты. Я не знаю, это была история, как фильм «Предложение», вот про одно, как снимали «Крестного отца». Вот так же мы снимали мой первый полный метр. После этого мне предложили пятый сезон «Трудных подростков». Один из моих любимых сериалов, я его снял, вывел его в рейтинге, нормальный после четвертого сезона, вроде как, ну, судя по цифрам. И сейчас я снимаю большой блокбастер. Вот такая у меня короткая история. Можно здесь поаплодировать ребят? Я сравнивал себя с другими ребятами, ездил по огромному количеству фестивалей, общался с большим количеством профессионалов киноиндустрии, которые отличаются сильно от музыкальной индустрии, от шоу-бизнеса. Кино — это своя тусовка вообще, где есть свои люди, и она много лужи, и с нее намного легче вылететь, в нее не так просто попасть. Вот я не знаю, как про вашу тусовку, но кино — это такая, блин, это свой социум вообще, это люди, занимающиеся искусством, запахивающие шарф себе за плечо. Вот как думают, вот такие. Стереотипно на самом деле, да? Ну, это так, это так. Вот, и сейчас я в тусовке, я сейчас снимаю блокбастер, и меня это очень радует, я стараюсь удержаться в этом во всем. Для того, чтобы вы пришли в кинотеатре, посмотрели русскую фантастику, и не такие сказали, ну, чувак хотя бы постарался. Тоже, да, здесь можно немножко поаплодировать, поддержать. Это личная жизнь, у меня просто разломалась личная жизнь, нахрен, от того, что я занимаюсь кино, из-за того, что я этой профессии посвятил полностью всего себя, и полностью вообще для меня не существует другого мира, кроме как мира кино. И сейчас я нахожусь в съемках, я между... У меня бывают ночные смены, ну, не бывают у меня, я сейчас живу в этом графике, у меня нет времени для того, чтобы ответить в WhatsApp-е родным, у меня вообще нету совершенно времени. Я приехал только из-за того, что Катя сделала клевое интервью, когда это мой первое интервью на час, когда там я что-то поглагольствовала, какие-то люди после этого подписались ко мне. Я вас, правда, с Катей очень люблю, и спасибо вам за это мероприятие. Вот. Ребят, садитесь, человек приехал для вас, то есть мы для вас это все делаем, и у вас будет возможность вопросы позадавать, обязательно воспользуйтесь. Ну, слушай, а как бы ты планируешь в этом графике вообще долго продолжать? Это вся жизнь такая? Настолько вывезу, насколько вывезу, я не знаю. Вот у меня 9 ноября закончатся съемки, и у меня сейчас осталось 2-3 смены в Москве, после этого я лечу в Марокко 8 октября, из Марокко через Дубай я лечу на остров Сокотро в Индийском океане, это Йемен, это 50 километров от Сомали, и там буду 3 недели тусоваться в месте на острове, где нет туристической инфраструктуры. Я лечу туда с Юрой Борисовым, Ирой Старшинбаум, и папой Ивана Урганта, Андреем Ургантом, и мы вот в такой компании будем снимать большое русское кино на Сокотро. И вот мне сейчас предстоит месяц после того, как я отснял 38 смен здесь в Москве, начиная с 15 июля. То есть я сейчас уже еле живой, я уже прям вообще практически не существовал как человек, я существую только как режиссер. И мне сейчас вот нужно ехать и дальше доснимать это все. Я вернусь 9 ноября, вернусь в московскую жизнь, ну вообще просто в жизни человека. Я не знаю, что меня ждет, ну прям, не знаю. Просто график прослушали, график съемочный. Короче, самое сложное, это семья вообще. У меня развалилась семья, блахнула, в начале года от этого всего. И я сейчас вот на днях посмотрел, опять же, вот предложение, этот сериал про то, как снимали крестного отца. И там есть охрененный монолог девочки-продюсерологи. И она говорит, блин, ну это жизнь, которую ты выбрал. И ты живешь, ты этим болеешь, а все остальные люди это просто простые смертные. Вот я сейчас стану с любым. Вот реально так. Есть люди, да, которые поднимают, есть киношники, да, в зале, с коридора хлопки, бедный человек. Кино можно заниматься только на все 100%. Только на все 100%. Если ты занимаешься этим на 98%, ничего у тебя не получится. Просто ты разрушишь свою жизнь и получишь никакого результата. Хорошо. Ну, негативно немножко. Давай переключимся чуть-чуть на другую тематику. Когда мы с тобой общались, во время как раз, когда интервью ты Катя давал, мы разговорились о музыке. Потому что я-то в музыкальной индустрии. И у нас здесь в зале много музыкантов, артистов. И мне было очень удивительно слышать о том, что ты лично сам подбираешь всю музыку. Твои рассказы про артистов, которые даже отказываются иногда от каких-то интересов. То есть ты думаешь, что человек, который лучше вкуса, чем ты, подберет тебе музыку. Ну, типа, блин, нет. Я представляю, человек, который переслушает дофига музыки и предложит мне варианты. Но ты же сам можешь переслушать эту музыку и сам можешь предложить варианты. И типа, а цена вопроса, ну, этого музыкального редактора, ну, он сколько-то стоит денег? Ну, сколько-то стоит денег? Для продвесеров кланы и бабки вообще. Звучит, ну, не так печально, да? Как бы есть возможность у молодых артистов больше общаться с киноиндустрией, с кинотусовкой. И, наверное, если... Нет, есть такая тема, блин. Если закиньте мне трек, он мне вкатит вообще и будет все клево. Блин, конечно, я запомню его. Вот, вообще, тиск. Да. О, да ладно. Блин. Кто-то сегодня диски-тремра твое? Что-то мне гитару. Да ладно. Охренеть. Осталось передать, какой-то аппарат, с которым это можно послушать. Вот он... Вот я шел в кино так же. Вот как девочка вообще. Вот так же. Я шел вот так же с готовыми материалами, с готовыми знакомствами, ну, с тем, о чем поговорить. Я шел на мероприятие не пустым. Всегда. Вообще. Вот. Теперь респект. Как минимум, заполнить человеку и не только тебе. Ты сегодня все передаешь. Наши, если эта песня полная хрень, я уважаю, уважаю эту девушку, потому что она двигает. Она себя качает. Она потратила деньги на полиграфию. Она потратила деньги на этот диск. Она верит в себя. Супер. 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 Пушил тебя сейчас. Давай дружить. Подписывайся вам в 100, будем дружить. Расскажем, пожалуйста. Мой крови. Вот, блин, клевый там музыкальный редактор, например. Я тебе рассказываю о том, что типа, слушай, я хочу сделать очень крутое кино. И моя задача заинтересовать тебя, чтобы ты сделал самый крутой музыкальный проект в своей жизни в моем фильме. И также я разговариваю с художником по костюму, с художником по гриму, естественно, с моими главными людьми. Это художник-постановщик и оператор-постановщик. И мы вместе с ними рожаем картину. И ты приходишь ко мне и говоришь о том, что типа, слушай, я хочу, чтобы здесь звучал какой-нибудь хэ, у, е, да? Вот типа, ну, модный какой-нибудь. И ты скажешь, это мейнстрим, это очень круто. И всякое такое. Я скажу тебе, Макс, братан, я уважаю твой вкус, но здесь, понимаешь, здесь как бы лирическая история. Здесь надо что-то другое поискать. И мы с тобой должны договориться о том, что тебе подходит и мне подходит. И мы вместе делаем с тобой искусство. Ты делаешь и я. И вот таких у меня 200 человек. И меня-то уговорил уже, как бы. Мне нужно договориться со всей съемочной группой, чтобы каждый почувствовал, что он творит искусство. И он кайфует, делая кинокартину со мной. А деньги, о которых мы договоримся в первый день, это просто на то, чтобы жить. Просто на то, чтобы жить. Все занимаются искусством. Вот тогда получается кино. Вот для этого нужно режиссер. Звучит, мне кажется, прям как тост. Реально. Поплодируйте. Я хочу дальше сделать так, чтобы люди имели возможность позадавать вопросы, не только я. Поэтому поднимайте руки. Которые называют себя агентами. Блин, я не знаю, возможно, в Москве есть по пальцам пересчитать агенты актерские, которых я могу сейчас обидеть, но их мало очень. В основном актерские агенты это сраные риэлторы, которые как бы вот смотри, вот ты мне понравился сейчас, вот допустим, у тебя есть агент. Агента зовут там типа Маша Пиздецова, вот типа, ну что-то такое. Вот ты сейчас встал такой, снял рубашку и такой типа, а могу запомниться? Хуяк ты мне запомнился, а я сейчас ищу вот как бы. Я тебя приглашаю на роль. У тебя гонорар там, какой-то гонорар. И у тебя агент вот этот, который нихуя не сделала вообще. Она просто такая 30% мне. И ты такой, а какого хуя? И ты, она такая, ну я же тебя продвигал, я же тебе типа сделала там что-то, там еще что-то. Короче, блин, агентская история в Москве, в России, мне кажется, для актеров не очень работает. Я не хочу оскорбить вот 3-4 агента в Москве, которые наверняка впрягаются в это. Я не хочу их обидеть. Но в основном это, к сожалению, так. И актеру нужно попадать в поле зрения кастинг-директора. Вот как бы кастинг-директор предлагает режиссеру. И кастинг-директор еще, как соавтор, вот такая же вот, как Макс, вот типа музыкальный редактор, она может высказать свое мнение. Она может сказать о том, что типа, блин, Коль, ну ты очень категоричен. Этот парень хороший. Вот реально, ну блин, ну позови на пробы. Ну, что тебе стоит? Вот полчаса ты потратишь на него там? Типа, ну пусть придет. Вот приходит на полчаса этот человек, как бы я точно говорю, типа, больше не предлагай. Вот типа, но, но тем не менее, у кастинг-директора больше возможности общения с режиссером, чем у агента. вот как бы, и нужно попадать в поле зрения кастинг-директоров. Вот как бы так. Напрямую в личку писать режиссером с моей точки зрения, ну, бессмысленно. Ну, бессмысленно, реально. Если только попадаешь в тот момент, когда у режиссера происходит кастинг. А это период жизни, который занимает, ну, типа, два-три месяца перед проектом. Вот если ты знаешь, что режиссер кого-то ищет в этот момент, то тогда, наверное, стоит. Вот ему заслать там еще что-то. Я так посижу, подумаю, типа, может быть. Вот. Ну, типа. Но сейчас я в съемках, следующий проект у меня будет только в середине следующего года. И поэтому, поэтому не работает. Так не работает. Слушайте, мне кажется, Коль говорит, очень профессионально сейчас, прям профессионально, чтобы вы все понимали, что все четко в кино, да? Но тем не менее, это не отменяет тот факт, что нужно все равно подписываться, лайкать, комментировать, быть на виду. И если в какой-то момент коллег, режиссер нового проекта приводит, приносит список в лист, и там он узнает ваше, и где-то на подсознание он такой, а, что-то такой знакомый человечек, вот хочу его посмотреть. Это работает все равно, поэтому, конечно, мне кажется, все равно быть рядом, быть на виду полезно. Мне кажется, я обещала, что если я приду на это мероприятие, у меня вырастут подписчики в Инстаграме. Выросли. Да хрен там вообще. Ребята, быстро, сейчас, исправляем. Вообще, ты подразумеваешь под словом цифры. Я же как блогер начинал всю эту историю, у меня есть платформы, на которых есть постоянные зрители. Есть постоянные зрители. Я с этими цифрами также уже работал с Ири, наверное, вы, естественно, знаете Ири, когда я реализовал проект один, очень успешно. А что за проект? Проект был Гуф История, мы снимали вертикальные истории, там, KPI ставили 45 миллионов, в итоге получилось 200. Вот, сейчас также подаемся на Ири. С ВК также мы выполняем, KPI перевыполняем. И есть постоянная аудитория зрителей, то есть, это и не как новый режиссер, который будет привлекать только актерским составом, маркетингом и самой истории. А что ты хочешь? Какое кино ты хочешь снять? У меня есть история именно полнометражного фильма, есть также истории сериал «Молодежный». А сам ты чего хочешь? Сам я сейчас снимаю в своих проектах и как блогер я выступаю, я хотел бы уйти от этого. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Ты бабок хочешь? Нет, нет. Ты хочешь заниматься искусством? Да. Ты хочешь заниматься искусством? Я хочу... На какой позиции? Как режиссер? Как режиссер-сценарист. Как режиссер-сценарист. Ты хочешь высказаться? То есть, как бы ты хочешь заниматься искусством или ты хочешь заниматься продакшеном, ты хочешь заработать денег? Я хочу заниматься искусством, потому что если бы я хотел заработать денег, я бы оставался в ВК. Вот смотри, если ты хочешь заниматься искусством, то тогда цифры не работают. Тогда цифры не работают вообще. Я имею в виду как... Смолок ETI не работает. И не работает это все. Это другой подход вообще. Тебе нужно пересмотреть вот свое понимание чего ты хочешь ну ладно чего ты хочешь ты понимаешь ты зашел с той стороны в которой у тебя получилось ты получил цифры получил 5 ты что-то делаешь но с этой позиции как бы у тебя нет проекта видимо который тебя хорошо у тебя есть проект который ты хочешь снять мой проект даже сверну есть а ты понимаешь как его сделать да расскажи за какие деньги ну хорошо сколько денег тебе нужно на фильм 30 миллионов на сериал хуйня 30 миллионов не бывает кино не бывает кино за 30 миллионов со мной бывает 30 миллионов сейчас наших деньгах как бы не бывает кино за 30 миллионов я сейчас снял сериал на 100 минут хронометража 5 серий при по 25 минут у меня бюджет около 10 хорошо ты получил то что ты хотел я получил то что я хотел но я знаю что при большем бюджете получил бы больше конечно сериал что тебе дал он сейчас на стадии монтажа он пока готовится мне что-то дать хорошо это это твоя основа с которой будет ты будешь двигаться смотри короче есть подход в кино как к искусству когда ты идешь как режиссер для того чтобы что-то сказать это искусство есть подход кино как бизнесу как кинобизнесу это как ты хочешь заработать и в этом случае работает и как режиссер и как продюсер как шоураннер это вот все типа вот в эту сторону если ты воспринимаешь себя как режиссер где тебе важно о чем-то рассказать своем то это режиссура это искусство и это это два разных пути вообще вот первый путь вернее первый путь в режиссуру это путь через министерство культуры фонд кино и больших продюсеров которые занимаются кинопроизводством без платформ здесь платформы пока ни при чем вот на втором пути это платформы потому что но тем не менее тебе все равно нужно для того чтобы зайти на платформу тебе нужна поддержка либо или либо мин культа либо фонда кино для этого тебе так или иначе нужны продюсеры ну вот как бы напрямую зайти с хорошим проектом на платформу куда-то там типа это все равно путь через продакшн то есть как бы ты заходишь со своей идеи со своим сценарием продакшн 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 воспринимает твои таланты как режиссера можешь ты или не можешь понимают что ты можешь запрашивают определенные деньги через или или у платформы либо все вместе если понимают что ты не качаешь ты слишком молодой они пытаются у тебя купить эту идею ну как бы вот такие пути мой путь был такой что я написал сценарий мечты вместе с корешем мы сначала перевернули всю москву потом перевернули пол сибири и сделали кино в сибири которая оказалась каким-то настоящим искренним каким-то хрен его знает сложилась аудитория у него сложилась какая-то судьба после этого мне начали предлагать проект который я уже выбираю как режиссер мне сейчас не интересен пути продюсера но режиссер на дебюте когда идешь первый раз когда ты идешь над свой первый полный метр или на свой первый сериал неминуемо ты должен быть продюсером неминуемо и ты все делаешь правильно вот в этом плане в плане того что тебе нужно изучать рынок но ты изучаешь рынок сейчас немножко блог с точки зрения вот таких слов как пиа из таких слов как вот это тебе кажется что это клёво как как бы это умно, это индустриально, на самом деле это не так. Тебе нужно просто побольше быть в тусовке, насколько это возможно вообще. В тусовке именно кинематографической. На премьерах, на фестивалях, поездить в регионы на фестивали. Сейчас там проходят, вот сейчас недавно был какой-то в Сочи фестиваль сериальный, там еще что-то, вот где просто люди бухают и разговаривают за индустрией. Вот там вот на самом деле ты получишь информации больше. Вот так, да, и ты тогда будешь понимать. И не замыкайся на платформу, платформа это инструмент. Но кроме этой платформы, как инструмент, основываются на финансировании Минкульта и Фонда кино и Ири. Но в Минкульт, Фонд кино и Ири ты заходишь все равно через продюсеров, которые еще чуть-чуть ниже. То есть как бы есть люди, отборщики на платформах, которые сидят на банках, и они рассматривают проекты в основном, которые уже имеют финансирование. И есть источники финансирования. И для того, чтобы зайти в этот источник финансирования, тебе нужно иметь свой продакшн с чистой юридической историей, с желательно каким-то хорошим бэкграундом. И ты заходишь туда, вероятнее всего, я не знаю тебя, вероятнее всего, это не ты. То есть тебе либо нужно складить эту компанию для того, чтобы зайти, либо подключиться к кому-то. И вот на каждом этапе, когда ты автор, и у тебя есть идея, с которой ты заходишь сначала к продюсеру, к которому ты заходишь за источником финансирования, вот там тебя могут наебать. Дальше ты получаешь финансирование, тебя могут здесь наебать. Дальше у тебя есть платформа, которая подключает финансирование, тебя в этом могут наебать. Дальше ты снимаешь это все, тебя могут наебать. Дальше ты выпускаешь это все, делаешь постпродакшн, и тебя могут наебать. То есть ты вообще на каждом этапе происходишь, ну как бы ты в состоянии стресса находишься вообще. Это я тебе говорю про путь сериала платформенного. Как бы платформы редко поддерживают полный метр. Либо ты попадаешь, либо ты идешь как автор-автор, вместе с корешем делаешь эту кампанию, заходишь в Минкульт или Фонд Кино, получаешь какое-то небольшое финансирование, снимаешь кровью, потом вообще просто грызя землю, заложив в квартиру родителей кино. Но оно получается адекватным, и после этого, когда ты пройдешь этот путь, ты поймешь, что типа вот здесь вот можно с этими так договариваться, с этими так договариваться. И ты уже будешь интересен людям больше, чем они тебе в некоторых моментах. И вот так вот ты потихонечку строишь карьеру. Вот, блин, я пытаюсь как можно быстрее это все рассказать. Возможно, это путано выглядит, простите меня. Я понимаю все это, да. Но в целом, я просто пытаюсь сократить до смысла, но это путь, это путь. И ты должен понять, что ты хочешь. Либо ты зарабатываешь деньги, тогда ты встаешь в любую часть этой цепочки, которую я тебе сказал. В любую часть. Ты можешь устроиться в продакшн, который будет выбирать проект с бабкой. Ты можешь устроиться в Фонд Кино и думать о том, кому дать эти проекты. Ну, там не сразу, но типа это разные пути карьеры. Либо ты режиссер, который просто ломает нахуй все на своем пути для того, чтобы снять то, что тебе надо. Тогда ты поднимаешься с самого низа, ломаешь это все, теряешь. И потом понимаешь, что типа, блин, я сделал все, что я хотел. И после этого к тебе люди из индустрии также относятся. После этого твои проекты в Министерстве культуры и Фонде кино намного интереснее рассматривают. Уже для них событие, то, что типа выходит этот человек на сцену. О, нихуя себе. А что он будет делать на этот раз? Типа он будет ломать или он зашел под кем-то? Ну, как бы, блин, это внутри киношная история. Это внутри киношная прямо такая штука, которая никак не пересекается вот с музыкой, которая не пересекается с другими индустриями. Это вот прямо наша хрень. И с нее вылететь очень легко. Попасть в нее очень сложно. И вот как бы, и вот так вот мы балансируем и делаем кино для вас, на которое вы ходите со своими парнями, девушками, кушаете попкорн, а мы вот этим живем. Спасибо большое. Ребят, последний очень... Я сейчас транслирую их идеи. И на самом деле мне кайфово то, что кого-то из вас я, возможно, замотивировал. Вот для этого я здесь. Вот это мне самое важное. Спасибо тебе большое. Сейчас, ребят, как действовать...